Книга «Открытым оком», вопрос 26, тема «Обращение ко Христу». «Бывают верящие возрожденные люди, но неграмотные, не знающие, что такое рождение свыше, не умеющие читать, но искренне любящие Бога, исполняющие заповеди Божии, но не знающие дату своего духовного рождения, так как им от этого это никто не объяснил», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Из народности, которые считают, что ребенок заводится от поцелуя, что же из этого? Дело не в знании, а в рождении, должно быть семя. О том, что есть Бог, можно ни слова не говорить и уверовать, потому что вся природа, земля и небо кричат о великой премудрости и целесообразности всего, что видит око». Псалом 18, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего. Радуется, как исполин, прибежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровению Господа верно, умудряет простых». Римлянам, 1 глава, 19 стих. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимые его, вечная сила его и божество, а создание мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны, но как они, познав Бога, не прославили его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрым, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог, в похоть их сердец их нечистые, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божией ложью, и поклонялись, и служили тварью вместо Творца, который благословен во веки. Аминь». Примудность Соломона, 13 глава, 5 стих. «Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. Только явные преступники и безумцы могут отрицать бытие Бога». Псалом, 52, 2 стих. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Развратились они и совершили гнусные преступления, нет делающего добро». Деяния апостолов, 26 глава, 24-25 стихи. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал «Безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия». «Нет, достопочтенный Фест», сказал он, «я не безумствую, но говорю слово истинно и здравого смысла». «Но для того, чтобы уверовать в Бога, как в Отца, прославшего в мир Сына, для этого нужно от первой книги природы обратиться ко второй книге Библии. «Грамотный ты или неграмотный, но ты должен услышать ушами живую евангельскую проповедь о Христе». Римлянам, 10 глава, с 8 по 17 стихи. «Но что говорит Писание? Близок тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если уж устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют к спасению. Ибо Писание говорит, всякие верующие в Него не постыдятся. Здесь нет различий между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, от слышания, от слова Божия. Бесслышание, а слушатель может и неграмотный. Без проповеди обратиться и спастись невозможно. Если человек добр, но не принял Христа в свое сердце, как своего спасителя, то он не может получить семьи, а значит и родиться. А семьи есть Слово Божие по Слову Христа. Слово Божие по 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 Слово Б